Благодарен Богу, что можно сегодня снова продолжить размышления над Словом Божьим. И хочу вначале спросить своих слушателей, знаете ли вы, для чего вы живёте? И для чего дана жизнь вам, лично вам? Почему? Этот вопрос я очень часто задаю людям, особенно на похоронах, в доме плача, как говорит Библия. Почему именно там? Почему именно там этот вопрос более актуален? Как думаете? «Сердце мудрых в доме плача, говорит Библия, а сердце глупых в доме веселья». Именно в доме плача человек начинает задумываться о своём будущем. Что плохого, если мы веселимся? Празднуя веселье, человек не думает над своим концом. Кто-то скажет, а зачем мне думать над этим? Надо жить и веселиться, использовать жизнь по максимуму. А для чего же тогда жить? Вот поэтому Господь говорит, сердце мудрых в доме плача. А сердце глупых в доме веселья не тот мудрый, друзья, кто умеет веселиться, а тот мудрый, кто умеет размышлять, и особенно над своей вечной участью. Царь Давид сказал, «Дни и лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». А потом ещё говорит, «Научи нас так счислять наши дни, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Так вот, я снова задаю этот вопрос. В чём же смысл нашей жизни? Многие отвечают похожими словами. «Мы живём для того, чтобы родить потомство, построить дом, посадить дерево, детей воспитать, даст Бог и внуков, и по возможности увидеть правнуков». Я спрашиваю тогда, «Ну а что дальше?» Ну и, как правило, отвечают. А дальше то же самое, что и всем. Я думаю, вы тоже слышали подобные ответы, да и сами, наверное, отвечали так. А дальше? Дальше могила, и памятник, или крест, и всё. Тогда я спрашиваю, неужели мы родились для того, чтобы умереть? Неужели вы прожили свою жизнь для того, чтобы умереть, и на этом всё? Ведь пройдёт же время, и за вас забудут. Даже память сотрётся. И как бы ни было вас, зачем тогда вы жили? Зачем всё это? Эти переживания, эти проблемы, эти болезни. Зачем всё это? Эти и другие подобные вопросы заставляют задуматься человека о смысле жизни. Многие люди сегодня живут, даже не задумываются, для чего они живут. Неужели мы живём только для того, чтобы есть, пить, гулять, работать и в конечном результате умереть? А потом и память даже сотрётся о нас. Я как верующий человек не хочу такого бесславного конца. Думаю, и вы тоже. По крайней мере, после услышанного сегодня у меня был разговор с одним моим знакомым. Назову его Андрей. Это имя вымышленное, по разным соображениям. Так вот, однажды в субботу вечером я шёл на богослужение и встретил его по дороге. Он шёл с работы. Я остановил меня, с ним поговорили. Я предложил ему, говорю, Андрей, пошли со мной на богослужение. Он говорит, Анатолий, да я не готов, ты смотри, я ещё не в той одежде. Вот когда я буду в нормальной одежде праздничать, тогда я смогу пойти. Мы расстались. Потом на следующее вечернее богослужение я также встречаю его. И тот же разговор, и тот же вопрос, и то же приглашение. В этот раз он был выпивший и чем-то расстроенный. Я ему снова предложил, Андрей, пойдём. Со мной. Бог тебя утешит. И он мне говорит, не сегодня, Анатолий, я сегодня не готов. Вы знаете, это было, это повторялось, ну раз, наверное, 5-7. Я уже точно не помню. Это было давно. И вот однажды я иду уже с богослужения, утреннего, в субботу, после обеда, и вижу, несут Андрея. Несут Андрея во гробе, уже к машине. И я вот так остановился и подумал, Господи, а ведь ты его звал, но он не принял твоего приглашения. Так говорит Господь. Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя, и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошённые. Господь говорит здесь, что если ты ответишь на мой призыв, я буду охранять тебя. И апостол Павел подтверждает это и говорит, ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. О, если бы мой знакомый Андрей, если бы он принял вот это время благоприятное, если бы он использовал это время благоприятное и пришёл к Богу, он его спас бы от вечной гибели. Я верю в это. Но, к сожалению, это время было упущено. Не упустите и вы этого времени. Бог всегда предупреждает, как предупреждал этого человека, молодого человека Андрея. И сегодня, смотрите, какие катаклизмы. Для чего всё это? Для чего все эти болезни, вирусы, войны? Да, я вам скажу. Всё это плод работы дьявола. Он производит вот это всё, чтобы уничтожить человечество, чтобы погубить всех нас, потому что мы сотворены по образу Божьему. Он ненавидит Бога, а посему ненавидит нас. А если Он не может убить нас, то Он хочет хотя бы отвлечь наше внимание от Христа в жизни нашей. И милостивый Бог допускает это. И допустил пандемию коронавируса, когда строжайший карантин по всей земле, когда комендантский час, когда люди заперты по домам. А вчера ещё эти люди не имели времени Слово Божье почитать или послушать. Так ради чего всё это допущено? Ради того, дорогие, чтобы мы остановились теперь и задумались теперь, а что же будет дальше? Что меня ждёт? А что тебя ждёт завтра? Или уже сегодня вечером? Или через час? Кто знает, как оказывается хрупка человеческая жизнь? Сколько ещё нам отведено, знает только Бог. Посему Он и спешит, посему Он и стучит в наши сердца сегодня. Я в одном могу заверить точно. Христос возвращается за Своими детьми. И Он дал нам время приготовиться к Его скорому пришествию. И мы уже слышим Его шаги. Всё, что делается сегодня вокруг нас, вот эти катаклизмы, вот эти бедствия, вот эти пандемии – это всё шаги приближения нашего Господа. Ответ очевиден для приготовления к переселению в небесную отчизну. Библия, как авторитетное слово Божие говорит, для чего Господь нам дал жизнь. Открываем Деяния апостолов, 17 глава, с 26 стиха, читаем. От одной крови Бог произвёл весь род человеческий. Для обитания по всему лицу земли назначил предопределённые времена и пределы их обитанию. Внимание! Дабы люди искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им движемся, мы им жмём и мы им существуем. Апостол Павел также открывает ещё глубже смысл нашей жизни. Давайте откроем послание к эфицианам, 1 глава, 4 стих. Так как Бог избрал нас во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним любви. Дорогие, Бог нас избрал ещё до сотворения мира во Христе, чтобы мы были в Нём святы и непорочны, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа. Он очень желает нас усыновить через принятие нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа по благоволению воли Своей. И дальше апостол Павел дополняет 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. «Ибо воля Божья есть, освящение ваше». Вот для чего нам дана жизнь. Для того, чтобы мы осветили свои характеры здесь, для того, чтобы мы были непорочными пред Богом. А как мы это можем сделать? Только с помощью Слова Божьего, Библии, читая, исследуя и принимая верой. А если человек живёт только в угоду для своей прихоти, то он не исполняет предназначенного Богом для Него плана. Это самый несчастный человек, потому что он находится под проклятием своего эгоизма, под проклятием греха. Смотрите, что говорит мудрый экклезиаст. «Веселись, юноша, в юности Твоей, и довкушает сердце Твоё радости во дни юности Твоей, и ходи по путям сердца Твоего, и по ведению очей Твоих». На этом можно было бы остановиться и дать надежду тем, кто хочет жить в своё удовольствие. «Но я не буду останавливаться, я почитаю дальше. Но только знай, что за всё это Бог приведёт тебя на суд». Дорогие, это не угроза, это даже не просто предупреждение, это желание Бога, чтобы мы были святы, чтобы Он пришёл за нами и мог забрать нас. Читаем дальше. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога, и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека. Ибо всякое дело Бог приведёт на суд, и всё тайное, хорошо ли оно или худо. Всё, что мы сегодня делаем, все наши мысли, помыслы, желания, мотивации, всё фиксируется небесными ангелами. И всё вот это Бог приведёт на суд». Почему же Бог так категоречен? Ответ прост, но и в то же время сложен. Он приведёт на суд тех, кто не принял цену, уплаченную за них на Голгофе. Библия авторитетно заявляет. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осуждён, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. «Суд же состоит в том, что свет пришёл в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идёт к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идёт к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Иоанна 3, 16-21 стих. «Вот почему люди будут судимы на Божьем суде, потому что не приняли, не приняли Сына Божьего и Его жертву, Голговскую жертву ради них». Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим «примиритесь с Богом». Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, за наш грех, чтобы мы в Нём, то есть во Христе, сделались праведными пред Богом. Это тоже говорит апостол Павел 2 Коринфянам, 5 глава, 20 стих. «Однажды на похоронах своего друга Лазаря, заплаканной его сестре Марфе, Иисус сказал, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрёт, оживёт. И всякий живущий и верующий в Меня не умрёт вовек». И спрашивает её, веришь ли сему? Я верю в Божье, что это так. Это ты сказал, а веришь ли ты? Друг этому. Прими Сына Божьего. Приняв Его жертву за твои грехи, прославь Господа жизнью своей, освященной через Слово Божье, и будешь Сыном Предвечного. И награда будет тебе, жизнь вечная, которая в Иисусе Христе. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова